Сабли, пушки, мушкеты, кладовая армира богатым улежами оружия разных эпох и даже вселенных. И все изделия выполнены руками талантливых мастеров. В день оружейника с самыми яркими экспонатами музея живой истории объединения «Армир» познакомилась наша съемочная группа. Артиллерийское оружие – гордость клуба «Армир». Его ребята собрали своими силами. Оружие предназначено для метания снарядов, уничтожения укреплений и вооружений. Казалось бы, все это выглядит по-настоящему. Сделать пушку так, чтобы не было возни с горячими петардами, не было каких-то травмоопасных ситуаций. Поэтому мы смогли сконструировать орудие, которое использует в качестве вышибного заряда холостой патрон, который продается совершенно спокойно, свободно и всем доступно. Ну и при этом стреляет вот такими вот мягкими мечами. Еще одна гордость клуба «Армир» – стилизованный пистолет 18-19 века. В качестве снаряда армировцы используют мягкую пулю, которая не наносит вред здоровью. Удар этой самой пули – это примерно такой щелчок, не более того. И работает на капселях для охотничьего оружия. Похвастаться армировцы могут и топхельмом. По-другому – шлем-горшок. Это шлемы, которыми пользовались западные крестоносцы в 13 веке. В первое время нам пришлось конструировать самим шлемы, поскольку тогда еще в России серьезных производств, которые занимаются изготовлением средникового оружия, не было. Поэтому первые шлемы, которые мы делали, например, рыцарские, вот эти самые топхельмы 13 века – это первые шлемы нашей работы. «Армир» существует с 2005 года. За время работы клуба мастера создали различные доспехи, кольчуги, клинки, стеклопластика, мушкеты, сабли и многое другое. Для всех изделий разрабатываются макеты, после отдаются чертежи на производство. Со своими изделиями ребята принимают участие в различных фестивалях и грантовых конкурсах. Уже 11 ноября на фестивале народной культуры они презентуют новые пушки и мушкеты. В здоровом теле, здоровый дух тренажерный зал и центр внешкольной работы – это островок спорта, на котором с нетерпением ждут людей, готовых работать над собой. На бесплатные тренировки в зал приглашают заниматься всех желающих от 12 до 17 лет. Правильная поза, дыхание, важно сосредоточиться. Рывок и вот тяжелая штанга взмывает в воздух. В тренажерный зал клуба здоровья Федор ходит всего год. Но за такой короткий срок уже успел улучшить свою физическую форму. Начинал с базовых упражнений. Занимался я по комплексу, который висит в этом тренажерном зале, наверное, месяца три. Потом принесли какие-то листочки, там подготовка к соревнованиям, и вот по ним уже начал заниматься базово-тачу, трейборья. Там присяд, становая тяга и жим. И потихоньку так набирал, и все. Валерий Краснов занимается в клубе здоровья уже третий год. Пришел, чтобы подтянуть физическую подготовку, укрепить мышцы, стать сильнее. Немалую роль в успешных занятиях играет атмосфера. Опытные ребята всегда стараются поддержать новичков. Если сюда придет новый человек, то тут есть прекрасный педагог Светлана Николаевна. Она обо всем расскажет, все покажет, будет всегда рядом. И все, кто тут занимается, станут друзьями тебе, и тебе будет очень комфортно и круто. Ребята из тренажерного зала часто проверяют свои силы в соревнованиях, как клубного, так и городского уровней. Тренажерные залы Центра внешкольной работы – это островок спорта, на котором с нетерпением ждут людей, готовых работать над собой. Центр внешкольной работы приглашает всех горожан, подростков, ребят, которые хотят иметь достойную физическую форму, подготовку, красивую фигуру, в наши тренажерные залы, которые располагаются в клубе здоровья, мечта и Греция. Занятия бесплатные для ребят от 12 до 17 лет. Дополнительную информацию можно получить по номеру 3-37-26. Городской этап фестиваля детского дворового футбола «Митрошка» прошел на Икаре. Соревнования зародились в 2002 году в Трехгорном. За это время в фестивале приняли участие более 6 тысяч детей из 12 регионов страны. «Митрошка» – фестиваль детского дворового футбола. Он стартовал в 2002 году в Трехгорном. Организаторами соревнований выступает фонд содействия развитию детского спорта «Митрошка». Каждый год география фестиваля активно растет. К нему присоединяются новые города-участники. Соров не стал исключением. В этом году наш город принял участие впервые. У вас очень хорошая материально-техническая база, соответственно, я думаю, у ребят есть возможность развиваться, есть возможность учиться тренером, повышать свою квалификацию. Поэтому я думаю, что футбол будет интересный, эмоциональный, футбол – это дети. В фестивале приняли участие 12 команд города в двух возрастных категориях. Всего на турнире было сыграно 18 игр. В каждые два тайма по 10 минут. Сначала ребята играют в группах, и какое место они занимают, они уже играют стыковой матч за соответствующее место. Ну, то есть, занял ты первое место в группе, в своей, ты играешь с первым местом второй группы, и, соответственно, вы играете в финал. Кто выигрывает, занимает первое место, кто проигрывает второе. И вот таких стыков три. Победитель фестиваля ждет суперкубок. Он пройдет в Челябинске в конце сентября. Абсолютные чемпионы получат не только множество подарков и переходящие кубки, но и отправятся в увлекательную поездку в Москву, где встретятся с игроками футбольного клуба «Спартак». За такой приз наши спортсмены сражаются изо всех сил. Игры настораживающие, очень сложные против некоторых. Ну, мероприятие было классное. Соперники сильные, но я припомню все усилия, чтобы победить их. Сильно так, в принципе, некоторые команды слабые, некоторые сильные. Некоторые прям, как мы. Если соберемся, то выиграем, а если без этого, как там, не соберемся, то, может, и проиграем, может, и ничья будет. Метрошка 20-23 пройдет в 50 городах и 22 регионах России. Челябинской, Свердловской, Курганской, Оренбургской, Воронежской, Нижегородской, Кировской и других. В чемпионате примут участие свыше 8 тысяч человек. Воспитанницам Икары Ирине Тимониной и Тамаре Давыдовой присвоено звание «Мастер спорта России». Юные дарования занимаются в выделении прыжков на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-трампе более 10 лет. Ответственно подходят к тренировкам и стабильно показывают высокие результаты на соревнованиях. Ставить цель и идти к ней. Самые яркие и теплые воспоминания Ирины Тимониной, связанные с Икаром, это победы. И это не обязательно про соревнования. Самая важная победа – победа над собой, считает девушка. Более 10 лет она занимается в выделении прыжков на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-трампе. Но по ощущениям, чем дальше ты выступаешь на соревнованиях, тем тебе как-то страшнее что-ли становится. Когда ты маленький, у тебя еще нет такого страха. Ну, выступил и выступил, ну, бывает, да, там, где-то не получилось, где-то хорошо. Но в целом, конечно, первая победа – это прям вау, ты думаешь, неужели я смогла выбирать столько вот ребят, что я первая встала на предистал. Самыми волнительными для двух спортсменок Икара Ирины Тимониной и Тамары Давыдовой стали всероссийские соревнования, на которых они выполняли нормативы на звание «Мастеров спорта России». Выполнить все идеально один раз для такого почетного звания недостаточно. Нормативы затем подтверждают на других соревнованиях. А потому, если за плечами успешно пройденный первый этап, то права на ошибку просто нет, и градус ответственности зашкаливает. Потом мы поехали в Оренбург. Уже там я первый раз набрала на норматив «Мастера спорта». И, ну, как бы, я не одна сдала, а другой девочки. И тогда мы поняли, что все, мы едем в Ярославль на подтверждение. Но уже в Ярославле очень было страшно. Не знаю, как гей, но мне вот было прям очень страшно. Я понимала в тот момент, что от того, как я прыгну, зависит мое дальнейшее будущее. Да, сдам, не сдам. Обе девушки с волнением справились и подтвердили свои результаты. Приказом Министерства спорта Российской Федерации им присвоили звание «Мастер спорта России». Так Ирина Тимонина и Тамара Давыдова стали первыми, кто достиг почетного звания в отделении прыжков на батуте за последние 7 лет. Всего за историю отделения тренеры воспитали 12 мастеров спорта. «Тренируемся, гоняем их, вот и все. Смотрим, кто сможет, ну уже видно, сможем и начинаем с ними работать больше, ну как бы накачивать их. Вот это все. И они начинают уже серьезно, более серьезно подходить». Тренируются спортсменки у Анатолия Меньшикова и Александра Абакарова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова